Вот только начали краснеть наши помидоры. Помидоры еще не пробовали, а теперь и не уверена, что дождутся хорошего урожая. Огульчачак Сафина все выращивает на открытом грунте. Скороспелый сорт из ночных заморозков уже почернел. А огурцы не то что не посолили, толком не ели. Над ними стоим, над ними дышим, как бы сказать, и поливаем, обливаем, и кое-то подкармливаем. А все равно от нас только не зависит погодные условия, какие в этом году. Холода и холода. Огурцы, помидоры, перцы, кабачки. Если в теплице их еще можно спасти, то на открытом грунте не поможет. Даже пленка, говорит садовод со стажем форсильзиадинов. Температура при корневой части растения, если 10 плюс 10 плюс 11 градусов, тогда растение перестает расти. Все вот эти цветы, которые вы видите, они все почернеют. Все, что почернеет, это уже не клубника. Это все. Это конец урожая. Клубника в глубокой заморозке. На Ягодной долине, в Альметьевске ее 12 гектаров. При теплее солнца урожай по 10 тонн с гектара. Только предприниматели теперь боятся. Подсчитывать будут не прибыль, а убытки. Если температура отпустится ниже 5 градусов, то, как видите, здесь урожай, слава богу, хороший. Но боимся, потеряем все. Из этого начинаем укрывать все в парнике, накрываем пленку. От холодного лета страдают и зерновые на полях. Не успевают вызреть пшеница, кукуруза и другие культуры. Из-за этого, получается, сдвигаются и сроки уборки урожая. Агрария фуже подвела зима. Весной не взошли, а зимы в начале июня ударил мороз. В июле опять всего плюс 5. Дожди, похолодания. Вот это, если продолжительный процесс, он, конечно, в культурных растениях начинает развивать болезни. Пока этого у нас не случилось. Тепла ждут и продавцы холода, большие финансовые потери у сезонного бизнеса. Люди проходят мимо мороженого, а бочки кваса и вовсе закрыты. По сравнению с жаркими днями у нас продажи упали где-то в два раза. Пока одни шутят, этим летом можно не застегивать пальто. Сельскому хозяйству не до смеха. Июль уже побил рекорд 1986-го, который считался одним из самых холодных. То ли еще будет. В ближайшие дни дожди и ночью всего 5-7 тепла. Вероника Ганудинова, Марат Зайдулин, Фирюзаха Медулина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Казань, Лаишевский район, Альметьевск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова